если смотреть интерферон альфа то мы его достаточно часто применяем при беременности малого срока и вообще на больших на любых сроках беременности если у женщины диагностировано мило пролиферативное заболевание то есть допустим идут высокие тромбоциты и признаки гипохромной анемии и если тромбоциты постоянно держатся ближе к 400 тысячам но особенно если они выше чем 450 тысяч то тогда возникает высокая вероятность того что у пациентки есть мило пролиферативное так называемое заболевание которое побочным эффектом дает нарушение беременности не вынашивание беременности остановки развития беременности на больших сроках преждевременные роды и тромботические осложнения вот и мы тогда делаем анализ на вот эту мутацию гена янус кеназа 2 як 2 и если эта мутация подтверждается то направляем пациентку гематологу гематолог назначает дополнительное обследование там пункцию сторональную подтверждающие или отрицающие наличие можно посмотреть что там пару дополнительных анализов это исключение филадельфийской так называемые хромосомы есть такая перестройка хромосомная которая сопровождается более высоким риском проблем с кроветворением и мутации гена mpl вот получаем эту картину если подтверждается мило пролиферативные заболевания то у нас существует очень хорошие национальные рекомендации по лечению мила пролиферативного заболевания во время беременности и пациентки назначаются препараты интерфера на альфа они очень быстро корригируют полностью фон практически по жизни назначается аспирин тоже мы его назначаем и нормально совершенно беременность доношивает здесь просто нужно соблюдать вот эти наши отечественные национальные рекомендации И ни разу мы никаких побочных действий от такой терапии не видели. Полностью нормализуются цифры тромбоцитов, они становятся нормальными. Нормализуются показатели свертывания крови. То есть, в общем-то, все нормально. Редактор субтитров А.Семкин